Блок питания компьютера, предназначен для формирования напряжений питания компьютерных систем. В некоторой степени блок питания также выполняет функции стабилизации и защиты от незначительных помех питающего напряжения. Также как компонент, занимающий значительную часть внутри корпуса компьютера, несет в своем составе, либо монтируемые на корпусе, компоненты охлаждения. Стандарт персонального компьютера, PC совместимый, согласно спецификации разных лет, должен был обеспечивать выходные напряжения плюс-минус 5, плюс-минус 12 дробь 3,3 вольт, а также 5 вольт дежурного режима, 5 ВСП. Основными силовыми цепями компьютеров периодически являлись линии напряжения 3,3, 5 и 12, традиционно, чем выше напряжение в линии, тем большая мощность передается по данным цепям. Отрицательное напряжение питания, 5 и 12, допускали небольшие токи и в современных материнских платах в настоящее время не используются. Напряжение, 5 ВСП использовалось только интерфейсом ИСА на материнской плате. Для обеспечения, 5 ВСП постоянного тока в ATX и ATX-12В версии до 1 и 2 использовался контакт 20 и белый провод. Это напряжение, а также контакт и провод, не является обязательным. Напряжение, 12 ВСП необходимо лишь для полной реализации стандарта последовательного интерфейса RS-232 с использованием микросхем без встроенного инвертора и умножителя напряжения, поэтому также часто отсутствует. Напряжение, 12 ВСП используется для питания наиболее мощных потребителей. Разделение питающих напряжений на 12 и 5 Вольт целесообразно как для снижения токов по печатным проводникам плат, так и для снижения потери энергии на выходных выпрямительных диодах блока питания. Напряжение, плюс-минус 5, 12, 3,3 в дежурного режима используется материнской платой. Для жестких дисков, оптических приводов, вентиляторов используется напряжение 5 и 12 В. Наиболее мощные потребители энергии, такие как видеокарта, центральный процессор, северный мост, подключаются через размещенные на материнской плате или на видеокарте вторичные преобразователи с питанием от цепей как 5 В, так и 12 В. Напряжение 3,3 в блоке питания формируется из напряжения 5 В, а потому существует ограничение суммарной потребляемой мощности по плюс-минус 5 и 3,3 В. Напряжение на модулях памяти имеет стойкую тенденцию к уменьшению и для 4 с драм снизилось до 1,2 В. В большинстве случаев, для компьютера в рассматриваемом примере используется импульсный блок питания, выполненный по полумостовой, двухтактной, схеме. Блоки питания с накапливающими энергию трансформаторами, обратноходовая схема, естественно ограничены по мощности габаритами трансформатора и потому применяются значительно реже. Гораздо чаще встречается схема прямоходового однотактного преобразователя, которая не так ограничена по массогабаритным показателям. При этом используются те же МС, что и вовремя. Широко распространенная схема импульсного источника питания состоит из следующих частей. Входные цепи. Входной фильтр, предотвращающий распространение импульсных помех в питающую сеть. Также входной фильтр уменьшает бросок тока заряда электролитических конденсаторов при включении в сеть. В качественных моделях, пассивный, в дешевых, либо активный корректор мощности ПФК, снижающий нагрузку на питающую сеть. Входной выпрямительный мост, преобразующий переменное напряжение в постоянное пульсирующее. Конденсаторный фильтр, сглаживающий пульсации выпрямленного напряжения. Отдельный маломощный блок питания, выдающий 5 в дежурного режима материнской платы и 12 в для питания микросхемы преобразователя самого. Обычно он выполнен в виде обратноходового преобразователя на дискретных элементах, либо с групповой стабилизацией выходных напряжений через оптрон плюс регулируемый стабилитрон TL431 в цепи ОС, либо линейными стабилизаторами 7805 дробь 7800 преобразователь. Полумостовый преобразователь на двух биполярных транзисторах. Схема управления преобразователем и защиты компьютера от превышения, снижения питающих напряжений, обычно на специализированной микросхеме, TL494, AK3844, K5800, SEGA6105 и прочее. Импульсный высокочастотный трансформатор, который служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки цепей, входных от выходных, а также при необходимости. Пиковые напряжения на выходе высокочастотного трансформатора пропорциональны входному питающему напряжению и значительно превышают требуемые выходные. Цепи обратной связи, которые поддерживают стабильное напряжение на выходе блока питания. Формирователь напряжения ПГ, PowerGood, напряжение, выходные цепи, выходные выпрямители, положительные и отрицательные напряжения, 5,12, используют одни и те же выходные обмотки трансформатора, с разным направлением включения диодов выпрямителя. Для снижения потерь, при большом потребляемом токе, в качестве выпрямителя используют диоды шотки, обладающие малым прямым падением напряжения. Дроссель выходной групповой стабилизации. Дроссель сглаживает импульсы, накапливая энергию между импульсами с выходных выпрямителей. Вторая его функция, перераспределение энергии между цепями выходных напряжений. Так, если по какому-либо каналу увеличится потребляемый ток, что снизит напряжение в этой цепи, дроссель групповой стабилизации как трансформатор пропорционально снизит напряжение по другим выходным цепям. Цепь обратной связи обнаружит снижение напряжения на выходе и увеличит общую подачу энергии, что восстановит трек. Выходные фильтрующие конденсаторы. Выходные конденсаторы, вместе с дросселем групповой стабилизации интегрируют импульсы, тем самым получая необходимые значения напряжений, которые, благодаря дросселю групповой стабилизации, значительно ниже напряжений с выхода трансформатора. 1 на 1 линию, или несколько на несколько линий, обычно 5,3,3, нагрузочных резисторов 10,25 Ом для обеспечения безопасной работы нахо. Импульсный блок питания компьютера, ATX, со снятой крышкой. A. Входной диодный выпрямитель, ниже виден входной фильтр. B. Входные сглаживающие конденсаторы, правее виден радиатор высоковольтных транзисторов. C. Импульсный трансформатор, правее виден радиатор низковольтных диодных выпрямителей. D. Дроссель групповой стабилизации. И конденсаторы выходного фильтра. Порты компьютера, это разъемы, служащие для подсоединения к системному блоку разнообразных периферийных устройств. Разъемы компьютерных портов вынесены на заднюю и переднюю панель системного блока, а в ноутбуках их располагают на боковых сторонах корпуса. Название порт, применительно к компьютеру, заимствовано из электронной техники, где портом ввода-вывода называют техническое обеспечение для обмена данными между контроллером или процессором и подключаемым устройством. Также и в компьютере, порты принимают и передают информацию с устройства, расположенного вне системного блока. В любом компьютере есть минимальный комплект компьютерных портов, без которого он не будет полноценно функционировать. К системному блоку обязательно нужно подключить монитор, клавиатуру и мышь, иначе это будет не компьютер, а дорогостоящая железная коробка. По необходимости компьютерные порты можно увеличить с помощью плат расширения, подключаемых к основной плате. Давайте рассмотрим набор портов, минимальный набор портов в компьютере. В зависимости от производителя системного блока, его возраста и предназначения, количество портов бывает разным, но почти всегда будут присутствовать такие разъемы, как порты, к которым подключают мышь и клавиатуру, называемые портами PS2. В настоящее время все чаще изготавливают компьютеры без этих разъемов или с одним совмещенным для подключения, как клавиатуры, так и мыши. На данный момент порт PS2 морально устарел, подключать мышку с клавиатурой можно. Разъем порта для подключения монитора. Разъем RJ45 используемый для сетевого подключения, локальная сеть или интернет. Порты USB, являющиеся универсальными. Аудиоразъемы звуковой платы. Сюда подключают микрофон, колонки или наушники, линейный вход. Большинство разъемов уже находятся в материнской плате компьютера. В тех случаях, когда какой-либо разъем отсутствует, внешнее устройство можно подсоединять через универсальные порты компьютера. Последовательный порт. Один из самых старых универсальных портов, разработанный еще в начале эволюции компьютеров. Представляет собой 9 или 25 контактный, встречается реже, разъем, называемый компортом, или последовательным портом. Передача информации в нем происходит в один поток, последовательно друг за другом, что и определило его название. В самых ранних компьютерах к нему подключали модем или мышку, а сейчас он редко где используется, так как его постепенно вытеснил. Параллельный порт. Это еще один раритет из времени начала компьютерной эры. Имеет название ЛТП, порт или параллельный компьютерный порт. Сначала его разработали для подключения принтеров, а потом стали подключать другие устройства. Информация через ЛТП-порт передается по нескольким потокам, что и отражено в названии параллельный порт. Параллельный порт оснащен 25 контактами, из-за чего его можно спутать с 25 контактным последовательным портом. Однако между ними есть большая разница, ЛТП-порт оборудован контактами в виде отверстий, а последовательный порт имеет контакты в виде штекеров. Разъемы для подключения монитора. Разъемы для подсоединения монитора располагаются на задней панели системного блока и в зависимости от вашего видеоадаптера могут иметь тот или иной вид. Разъем видеокарты ВГА. Это один из самых старых и распространенных разъемов для подключения монитора. Получил свое название от сокращенного английского видеографикса Депта, адаптер видеографики. Материнские платы со встроенной видеокартой оснащают чаще всего именно этим разъемом. Максимальное разрешение передаваемого сигнала 1280 на 1024 точек. Разъем видеокарты ДВИ. Более совершенный разъем по сравнению с ВГА из-за способности передавать сигнал монитор непосредственно в цифровом виде, без дополнительных преобразований, в отличие от ВГА, в котором передача видео осуществляется в аналоговом формате. Цифровая передача видеосигнала не подвержена воздействию помех, что положительно влияет на качество изображения. Для подключения монитора по ДВИ-выходу он также должен иметь соответствующий разъем. Максимальное разрешение передаваемого сигнала 2560 на 1600 точек. Разъем видеокарты HDMI. Еще один разъем для высококачественного цифрового подключения монитора, о чем и говорит его название High Definition Multimedia Interface. Мультимедийный интерфейс высокого разрешения. HDMI-порт имеет значительно меньшие размеры по сравнению с ДВИ, к тому же способен передавать многоканальный звук высокого качества. Максимальное разрешение передаваемого сигнала 2560 на 1600 точек. Разъем видеокарты DisplayPort. Разъем DisplayPort является самым молодым и перспективным портом для передачи видео и звука высокого качества. Имеет высокую пропускную способность и может выводить 3D изображение на монитор или телевизор. Максимальное разрешение передаваемого сигнала 3840 на 2400 точек. Разъемы для подключения колонок и микрофона. В отличие от видеокарт, где можно узнать тип разъема по внешнему виду, то разъемы аудио можно отличить только по цвету и надписи на них. Простые недорогие аудиокарты имеют три разъема окрашенные в зеленый, голубой и розовый цвета. Зеленый цвет, это линейный выход для подсоединения колонок или наушников, линейный вход для ввода звука от другого источника, к розовому разъему подключают микрофон.